Всем привет, дорогие друзья, это я, Розанов Матвей, и в этом видео я расскажу вам про топ-стили апрельского обновления, даже несмотря на то, что вы, возможно, уже даже и не помните, какие стили были в апрельском обновлении. Но я-то вам с радостью напомню, но сначала вы выставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, и включите колокольчик, чтобы не пропустить еще много новых интересных видео и топов. Что ж, а я уже не буду тянуть и перехожу к видео. Даже если у вас нету проблем с памятью, вы все равно могли забыть, какие стили выигрывались, ну, грубо говоря, месяц назад. Но я вам напомню, их было всего 4. Катаснеп, Веснасент, Эленор в пасхальной шляпке и Кролик Бритл. Первые 2, значит, Катаснеп и Веснасента мог выиграть каждый игрок совершенно бесплатно, а последние 2, это значит, Эленор в пасхальной шляпке и Кролик Бритл могли получить только те игроки, которые купили сезонный абонемент для пасхального сезона. Кстати, если вы уже не помните точно, что это был за сезон, можете глянуть моё видео «Разбор пасхального сезона» по ссылочке в правом верхнем уголке. Что ж, теперь, когда я напомнил вам, какие стили выигрывались в апрельском обновлении, ну, или, вернее, были добавлены в игру, то теперь мы можем переходить с вами к топу. В нём будет 4 места, но это уже более-менее интересный топ и не будет таким коротким, как топ стилей мартовского обновления, ну, или тем более февральского. Что ж, поехали. И на четвёртом месте у нас находится Катаснеп. Если кто из вас ещё не знает, Снеп – это она, Букашка, ну и ясный пень, что Катаснеп – это тогда тоже получается она. Что ж, теперь давайте разберёмся, из-за чего же этот стиль попал на четвёртое место. Ну, во-первых, его мог выиграть каждый. В событии, по-моему, он назывался «Комната Катаснеп». В этом событии вам нужно было собирать браслеты Букашичей дружбы с сердечками. И если вы там выполнили 12 или 13 миссий, я уже не помню, сколько надо было выполнить, то Катаснеп добавилась в вашу команду. Теперь стоит разобрать сам вид Катаснеп. Выглядит она довольно прикольно. Небольшая кошечка белого цвета лежит на подушечке и спит. Выглядит всё это прикольно. Далее анимация атаки. Снеп подпрыгивает и махает правой лапкой, после чего падает обратно на подушку. Далее звуковой эффект. Он у этого стиля изменён. И, кстати, да, Катаснеп – это первый стиль на снеп, у которого изменён звуковой эффект. У всех других он был тот же самый, что и у обычной снеп. И последнее, что нам осталось, это анимация победы. Катаснеп невысоко подпрыгивает и падает на подушку. В принципе, всё очень схоже с анимацией атаки. Кстати, также стоит упомянуть, что я не учитываю одну анимацию. Это анимация выброса на поле специального навыка. Эта анимация происходит одновременно со звуковым эффектом. Из-за чего же я эту анимацию не учитываю? А из-за того, что я эти анимации не запоминаю. Ну и вообще, вряд ли кому-то это, в принципе, интересно. Но если вы хотите, чтобы я разбирала эту анимацию, то можете написать в комментариях. Я обязательно прочту. А теперь обобщим всё относительно стиля. В общем, Катаснеп это неплохой стиль, у которого, как у первого стиля на снеп, изменён звуковой эффект, что, в принципе, круто. Анимация атаки и победы похожи, однако это всё равно выглядит довольно круто. Из-за чего же стиль Катаснеп оказался именно на четвёртом месте? А вот из-за чего. Ну, во-первых, его мог выиграть каждый игрок, однако это не является главной причиной так низкого расположения стиля Катаснеп. Но просто мне данный стиль нравится немножко меньше, чем все остальные. Те, кто находятся выше, имеют более крутую анимацию атаки, победы и так далее. Как вы помните, это моё мнение, и топ состоит только из него. Ваше может от моего отличаться. И если у вас есть свой топ, не забывайте писать его в комментариях. Ну а я уже перехожу к третьему месту нашего топа. На нём находится стиль Весна Сэнд. Второй стиль, который мог получить каждый игрок совершенно бесплатно, но уже более тяжёлым способом. Этот стиль выигрывался за турнир чемпионов, который состоял из двух этапов. Первый длился 48 часов, и 20 лучших игроков проходили в финал, и уже там 7 первых игроков получали данный стиль. Я его выиграл, и даже мне удалось там ещё выиграть 250 слиточков. Что-то я отклонился от тем. Ну так вот, сам стиль выглядит довольно красиво. Яркий, весенний. Винсент даже вдыхает цветы. Это, кстати, его является пассивной анимацией. Он время от времени вдыхает аромат цветов. Выглядит довольно прикольно. Дальше стоит разобрать анимацию атаки. Винсент летает в воздухе, нюхает цветы, и потом чихает. Выглядит круто и прикольно, даже немножко необычно. Звуковой эффект у веснасента не изменён, но это такой небольшой минусик относительно Винсента. У него, в принципе, звуковые эффекты изменены лишь, по-моему, у двух стилей, если я не ошибаюсь. А анимация победы у Винсента, ну, очень похожа на атаку. Винсент просто летает, но единственное исключение, он не нюхает цветы, и, соответственно, не чихает. Итог таков. Стиль Веснасент довольно прикольный. У него крутые анимации атаки и победы, но опять-таки похожие, как и у Катаснэп, и при том ещё не изменён звуковой эффект. В принципе, от Катаснэп Веснасент оторвался довольно хорошо, но до второго места ему не хватило буквально-буквально совсем чуточку. Всё дело в том, что у стиля на втором месте очень крутая анимация атаки. Если вы смотрели геймплей всех этих четырёх стилей, а они уже есть на моём YouTube-канале, то вы наверняка знаете, у какого стиля была самая крутая анимация. Ну, если вы, конечно, внимательный зритель, а я надеюсь, некоторые из вас наверняка внимательнее, то вы, скорее всего, догадались, что на втором месте находится кролик Бриттл. Да нет, я пошутил. На втором месте находится Эленор в пасхальной шляпке, или Элла в пасхальной шляпке. Тем, кто не смотрел видео про геймплей Эленор в пасхальной шляпке, я расскажу, какой же крутой анимацией обладает этот стиль. А вот какой. Анимация атаки у этого стиля следующая. Эленор приседает и накрывает себя шляпой. Выглядит это настолько прикольно и неожиданно, особенно, когда ты смотришь геймплей этого стиля в первый раз. Это просто супер неожиданно. Я очень удивился, и я уже тогда сразу сообразил, что этот стиль будет явно выше всех остальных, но, понятное дело, не кролика Бриттл. Это, как оказалось, уже немножко позже. В общем, эта анимация атаки вот с этим приседанием под шляпой и подскакиванием назад выглядит просто суперско и сногсшибательно. Сам стиль выглядит красиво. У Эленор есть пассивная анимация. Она прикладывает правую руку к шляпе, после чего приопускает немножко шляпу вниз и прищуривает один глаз. Сам стиль Элла в пасхальной шляпке сделан опять-таки в таких весенних тонах. Шляпа украшена цветами и разукрашенными яйцами. Так как я разобрался с анимацией атаки немножко не по порядку, то теперь мы сразу переходим к звуковому эффекту. А он, как ни странно, не изменен. Точно так же, как и у любого другого стиля на Эленор. А что касается анимации победы, Эленор подкидывает руки вверх и сбрасывает по сторонам зелено-желтые цветы. Самое время подвести итог. Стиль очень крутой, даже пускай с неизмененным звуковым эффектом, с хорошей анимацией победы, с одной из лучших анимаций атаки. Из-за чего же стиль не дотянул до первого места? Все из-за того, что у стиля на первом месте тоже примерно такие же характеристики, но вот только он является эксклюзивным и был доступен только в пасхальном сезоне. А стиль Эленор в пасхальной шляпке вы можете купить за 11 долларов. Естественно, вы без труда догадались, какой же стиль находится на первом месте и является лидером топа. Да-да, это кролик бритл. Сразу хочу сказать, что это первый эксклюзивный стиль из какого бы то ни было сезона, ну в данном случае из пасхального, который попал на первое место в топе. Два предыдущие эксклюзивные стиля богемный боб и цезарь темпер, то есть эксклюзивные стили прошлых сезонов не попадали на первое место и лишь только кролику бритл удалось завоевать первое место. Давайте же разбираться из-за чего. Сначала разберем внешний вид. Бритл вписывается в образ кролика просто отлично. В правой руке она держит корзинку с пасхальными яйцами, а в лапах держит морковку. Кстати, вот отдельное внимание я хочу уделить морковке. Она стала наверное отдельной причиной из-за чего я поставил этот стиль на первое место. Морковка выглядит очень круто. Она такая яркая и сочная. Теперь стоит разобрать анимацию атаки. Она в принципе не хуже чем у Ленор в пасхальной шляпке, ну разве что совсем чуть-чуть. Кстати, я забыл сказать, что в левой руке бритл еще держит пасхальное яйцо. Ну так вот, значит, яйцо в левой руке вверх, после чего швыряет его в слизне. Яйцо разлетается на какую-то фиолетовую такую пыль, а бритл достает из корзинки другое яйцо. Самое круто в анимации атаки выглядит взрыв яйца и когда оно разлетается на фиолетовую пыль. Теперь мы перейдем к звуковому эффекту, а тут и переходить да не к чему. Он даже не изменен, но это не ухудшает данного стиля. Теперь же анимация победы. Бритл летает назад и вперед и размахивает морковкой назад и вперед. Все выглядит очень красиво. Что же у нас получается в целом? Стиль без измененного звукового эффекта, с хорошей анимацией победы и просто суперской анимацией атаки. Кролик Бритл не сильно оторвалась от Ренор в пасхальной шляпке. Ей помогла в этом ее анимация атаки то, что она является эксклюзивным стилем. Что ж, дорогие друзья, вот я и рассказал вам про топ стилей апрельского обновления. Если у вас остались какие-нибудь вопросы насчет данного топа или стиля из него, не стесняйтесь, смело пишите в комментариях, я на них отвечу. И там же в комментариях я оставлю ссылочку на свою группу в фейсбуке. Добавляйтесь, я всегда рад новым участникам. Ссылочки на видео с геймплеями стилей из данного топа я оставлю в описании под роликом. А с вами был Рязанов Матвей, до новых встреч и пока-пока. Субтитры Продолжение следует...